Мы все пришли поклониться светлой памяти Владимира Ильича Ленина. В нашей стране и не только стране и планете повезло, что на берегах матушки Волги, реки, которая олицетворяет величие русского духа, дружбы народов и великой нашей державности, родился Владимир Ильич Ленин. Ленин спас нашу государственность. Он вместе с советской властью, которая родилась после Великого Октября, совершил пять выдающихся подвигов. Самый великий подвиг – он спас русскую государственность, которую спалили в Первой мировой войне. Он и не просто спас, он как стратег и великий теоретик предложил построить новое государство не на основе имперских амбиций национализма, а на основе дружбы, справедливости, уважения к человеку, труда, на основе цивилизации знаний и науки. И добился блестящих результатов, невероятно сложных условий. Он показал пример героического подвига защиты социалистического отечества. Создав страну советов, в которой не было своей армии, он за считанные месяцы сколотил четырехмиллионную армию, и Антанта была повержена вместе с белгвардейскими прихвостнями, которые прислужили ей и боролись за деньги Лондона, Парижа и Нью-Йорка. Он сумел победить войну, нищету, голод. Он все сделал для того, чтобы страна, которая не имела производства, создала лучшую науку, лучшие научные институты, лучшую социальную систему защиты. Когда говорим о человечности, Ленин впервые на планете, прежде всего, предложил человечеству, которая истекала кровью в Первой мировой войне, заключить мир без аннексий и контрибуций. Абсолютно справедливый демократический мир. Ленин впервые провозгласил, что человек должен иметь восьмичасовой рабочий день и большое пространство для развития, что надо обеспечить бесплатное образование и медицинское обслуживание. И весь пакет социальной защиты, прежде всего, женщинам, детям и старикам, и в невероятных условиях реализовал эту гениальную идею. Он считал, что не место беспризорности на нашей земле, и безграмотности, и почти 5-миллионная армия беспризорников села за парты, стала трудиться, учиться, и стали полноценными гражданами в Великой Державе. Ленин обладал потрясающим умом бесстрашия. Он предлагал идеи, которые когда-то проглашались, но никому в истории не удалось воплотить. И он создал систему, которая позволила это сделать. Я бы сегодня предложил Путину и всего его правительству провести урок. Урок, ленинский урок. Начинать с изучения работы, грозящей катастрофой, как с ней бороться. Она была написана в первой половине сентября 1917 года, после того, как либеральное буржуазное правительство пустило по ветру Российскую империю, по сути дела угробило армию, и все сделал для того, чтобы иностранцы захватили территорию и стали ее делить. Уже разделили на 20 кусков, и каждый их хотел приватизировать по-своему. В этой работе он предложил всего несколько конкретных идей. Чтобы производство работало, надо контролировать финансы, национализировать банки. Надо все сделать, чтобы национализировать крупные промышленности, были ресурсы для борьбы за свою свободу и независимость. Надо все сделать, чтобы земля служила крестьянину, и все сделать, чтобы был подлинный мир и забота о простом труженике гражданин. Временное правительство не прислушалось. Великий Октябрь исправил это, было создано правительство вовес Лениным. И он в течение всего двух месяцев обрисовал картину будущего. Когда даже великие писатели, фантасты посещали Ленина, они удивлялись и говорили, неужели это реально? Он говорит, приезжайте к нам через 10-15 лет, и вы все увидите в реалиях. Я бы посоветовал нашему генеральному штабу внимательно изучить стратегию Ленина в ходе гражданской войны. Всего за пять лет четыре варианта политики. Военный коммунизм, продразверска, проднолох и НЭП, и план Гойл-Ро. 200 человек готовили этот план. Среди них было всего несколько большевиков. Но Ленин подчинил интересам советской власти все лучшие идеи. Заставил самых талантливых ученых работать на государство рабочих и крестьян. Ленин заложил основы будущего. Сталин продолжил эту политику. Он не просто продолжил. Он вслед за идеей, стратегией Ленина не догнать, а предложил вариант решения проблем, который позволит всех обогнать на основе социалистических ценностей и идеалов. Сталин вот здесь, в Кремлевском дворце, в 1931 году, когда уже фашистское короткость покрыло почти всю Европу, когда Гитлер и Муссолини уже пришли к власти, сказал, что мы должны продолжить политику Ленина, но мы обязаны в считанные годы суметь создать могучую индустрию, пройти то, что Европа прошла за сто лет. И мы это сделали. Мы построили 9 тысяч на ту пору лучших заводов. Сегодня, когда у некоторых буксует даже мобилизация, советую открыть план, которым Сталин предложил после нападения Гитлера на нашу страну по формированию нашей армии. Красная армия удвоилась за ровно 8 дней. За 8 дней удвоилась армия. Когда сейчас вот толкуют давать танки этим мерзавцам, нацистам, бандитам и фашистам на Украине, я хочу напомнить немцам, я имею полное право на это. Я родился на Орловщине, на Орловско-Курской дуге окончательно ломали хребет фашистскому зверю. С двух сторон сражалось почти 2,5 миллиона человек. 3 тысячи танков с нашей стороны и 2 тысячи 700 с немецкой стороны. Когда они там танкуют от 300 леопардов, которые должны немцы поставить, это три полка на одной Прохоровке за два дня перемололи 311 немецких танков. Тигры и Фердинанды были мощными машинами. И 70 тысяч солдат были, всех там похоронили. Поэтому советую немцам помнить свою историю. Дважды война в Европе начиналась с Германии. Европа снова, к несчастью, забыла тот иммунитет и прививку, которая дала ей одна и вторая война. Сегодня толкуют о большой войне, позабыв свои истоки и историю реальны. А к немцам имею право прямо обратиться. Я три года служил в группе советских войн Германии. У нас была отборная Красная армия, Советская могучая армия, две танковые армии могучие, летная армия, 500 тысяч солдат. Да, мы могли спокойно за две недели дойти до Ла-Манша, но мы проповедовали мир и берегли его, в том числе и для немцев. Мы для немцев сделали очень многое. И они вчера не забыли, похоже, в Бундестаге об этом. Но любые, любые зеленые, серые, даже коричневые не имеют права голосовать за то, чтобы бандитам, нацистам и фашистам отдать их оружие на Украину. Это англосаксонская операция. Это натовцы и американцы объявили нам войну. Это они сформировали эти кулаки. Это они сегодня на узкий всю Европу. Немцам туда нельзя лезть. По одной простой причине. Мы им никому не мстили. Я служил в Гере, в Аймаре, в Махдебурге, а там оканчивал офицерскую школу. Мы никому не мстили. Хотя у нас на учете в одной Гере было тысяча исасовцев. Но они должны помнить, мы им помогли после войны. Мы 10 лет их деноцифицировали. Мы все сделали для того, чтобы установить дружеские отношения. Мы принимали их у себя, учили, готовили. Мы помогали немцам дешевым газом, прокладывали вместе трубы, строили заводы. И теперь американцы, желая выдавить крупные капиталы Германии, посадить их промышленность, все перекачивают в себе. Не надо забывать о том добре, который сделали. Потому что очередной крестовый поход Европы против нашей страны закончится полным разгромом. Это должны непрекрасно понимать. А те, кто орут о их военной победе на поле брани, открывайте нашу тысячелетнюю историю. Вам будет понятно, что мы на поле брани не проиграли ни на сражение. И тут мы вас победим в любом случае. У нас в одном бессмертном полку 15 миллионов человек. Мы справимся с этим. Дай мне вытерял. Я хочу, чтобы вы положили на стол всем политикам. И надеюсь, что Путин внимательно прочитает. И он начинается, широка страна моя родная, сто лет великой советской державы. Наши партии левопатриотические силы влексяще провели праздники, посвященные этой уникальной дате. Сейчас готовимся к 80-летию Сталинградской битвы, Орловской-Курской битвы. Я бы на месте Путина давно вернул Сталинграду его гордое имя. Именно в эти дни сражались наши солдаты, отцы и деды, защищая нашу державу. Мы под Сталинградом напоминаю еще раз и немцам, и итальянцам, и мадьярам, и румынам. 100 тысяч ваших соплеменников взяли в плен. Одних генералов было 26 вместе с сельмаршалом Паулисом. Не забывайте свою историю. Здесь подробно все описано. Все рассказано, как создавали, как строили. Здесь 132 автора, но здесь есть иуды, которые предали и продали страну в 1991 году. Их Бог уже призвал к себе на страшный суд. Там они будут в аду, в кругу предателей париться и жариться. Но и помнили, тут уже и Чубай сбежал, хотя его надо было бежать в сторону Магадана. Тут уже Сванидзе выгнали с телеканала, больше не злобствуй. Уже Гайдаровский форум прикрыли, в котором сидело все правительство. Вместо того, чтобы заниматься программой созидания, наша партия и бюджет предложила, и 12 законов, и многое другое. Здесь уникальный опыт. Опыт, который создала Советская Россия вместе с главным редактором Чикиным. Талантливым человеком. Это учебное пособие для каждого политика, государственного деятеля, для студента, для школьника. Я бы на месте каждой семьи приобрел эти документы. Здесь есть гениальные слова Бернарда Шоу, который приехал и Сталином тут. Два с половиной часа почти сидел. Сталин обычно более полчаса не принимал. Он вышел оттуда, сказал, это Нобелевский лариат, гениальный писатель. У меня появилась надежда, что человечество спасется. Когда его спросили, какое отношение к Сталину, он сказал, Сталин гений, остальные пигмеи. А здесь никак не присвоят вернуть городу Сталинграду его великое имя. Здесь есть Королев, Келдыш и Курчатов. Они вот тут рядом лежат. Три гения, которые создали ракетно-ядерный щит и заложили новую атомную цивилизацию. Здесь есть все, и слово к народу, и архитектору развалин. То, с чем наша партия шла, восстанавливая свои ряды. Мы скоро отметим 30 лет партии, которая провожает славные традиции ленинско-сталинской модернизации, побед нашей Красной Армии и великих открытий космоса и наук. Я советую приобрести, это будет настольное учебное пособие в каждой школе. Мы считаем, что сегодня против нашей страны англосаксы снова развязали войну. Хочу напомнить, это должен знать каждый человек в нашей стране. Англосаксы нас любили за тысячелетнюю историю два раза. Это начало февраля 1917-го, когда империю дрожимили на куски, и они потирали руки, что скоро приватизируют и наживутся на этом. И второй раз в 1991-м году, когда это сволочь и мерзавцы предали великую советскую страну и право граждан в единой державе советской, которую они приняли на мартовском своем референдуме. Больше никогда, но если посмотреть все войны, которые вели против нас, они были защищены. Если посмотреть историю и биографию Гитлера, их банкиры финансировали и создавали Гитлеровский рейх. Если посмотреть, каким образом последние годы решал вопросы в мире. И Корейская война, и Вьетнамская война, и погром Ирака, и Ливии. Все, что вы увидите, это их. Но они любят воевать чужими руками. Вот они сумели отравить братский, украинский народ. Прорывали мозги почти 30 лет, а последние 8 лет создавали новую армию. Я не знаю такой армии, которую они создали. Но они сколотили из славянских грамотных людей, посадили им в качестве офицеров, нацистов, бандеровцев, фашистов. И командуют этим генералами из НАТО. Вчера приезжал министр обороны и все ломал Европу, чтобы они снова поставляли, она поставляла туда танки, орудия, для того, чтобы мы убивали друг друга. Я сегодня в День памяти обращаюсь к своим соотечественным друзьям, в том числе моим друзьям и гражданам Украины. Мы братские народы, вас задурачили. Задурачили эти дяди, которые за свои карманы и задницу всегда пекутся. Им не нужна Украина. Откройте их все материалы и сайты, и ахните. Там никто не хочет вам победы. Никто. Они вас используют в качестве подножного корма для того, чтобы ослабить Россию. Они уже объявили войну Китаю и Китайской Компартии. Они восстилают нашими трупами дорогу себе в будущее. Нам надо сейчас услышать и все сделать для того, чтобы избавиться от нацизма, бандеровщины и фашизма. Мы для этого с первого дня делали все необходимое. Мы помогали возвращению Крыма. Мы поддерживали Донбасс и Луганск, Запорожье и Херсон. Вот Кашин стоит рядом. Мы отправили туда 104 конвоя. 17 тысяч. Вот Новиков ездил только что в Мариуполе. Проводили там встречи вместе с Ющенко. Афонин создает там партийные организации. Когда наши приехали, они зааплодировали, спрашивают, почему. Мы, говорит, тут 8 лет видим. Вас первый раз видим. Еще не уверены, не сбежите ли вы отсюда. Поэтому наша сейчас задача максимально сплотиться. Да, Казбек тут. Казбек герой Донбасса у нас сто раз был. И прочее. Здесь стоят люди, патриоты, которые любят Украину, любят украинский народ. У нас у каждого там друзья, близкие. Со мной служило три парня в Германии, с Украины. Классные ребята, великолепные солдаты и офицеры. Поэтому мы хотели, чтобы вы услышали нас. Услышали. Вам нет какого смысла, нет воевать за деньги Лондона и Парижа. Никакого. Никакого абсолютно. Поэтому наша сейчас задача максимально выстроить новую стратегию. Сплочение наших народов. Собирание земель. И хочу напомнить верховному главнокомандующему. В войне выиграют потенциалы. В войне выиграют воли и характер. Война – это продолжение политики военными средствами. Она требует соотношения соответствующих сил. Когда Гитлер начинал войну против советской страны, Гитлер сумел подчинить все железо, все корабли, все заводы, все институты, все порты своим интересам. В сумме это было 300 миллионов, гигантский потенциал. И бросил на нашу страну. У нас почти 200 было, 196, если точно. Но Сталин понимал, надо иметь потенциалы. Надо уберечь все необходимое для этой победы. Впервые в истории за 8 дней армия удвоилась, а за 30 дней перебросили целую цивилизацию. 1500 заводов самых крупных. 10 миллионов человек передвинули за Волгу, за Урал, в Сибирь. Из колес начали производить лучшие самолеты, лучшие танки, лучшие орудия. Сибиряки вот рядом, Харитонов стоит. Сибирские дивизии под Москвой, 6 дивизий ломали. Хребет фашистов. Вот это политическая воля, вот это решение. Сталин тогда сумел обескровить Турцию, введя 40 тысяч войск в Тегеран, чтобы они не мешали нам производить нефть в Баку. Но 80% моторов, танков, самолетов и машин заправлялись из лакинской нефти. Сталин сумел, тогда разгромив под Сталинградом, сумел доказать японцам, вам нечего лезть в эту войну. И сумел уговорить и Рузвельта, и Черчилля, сумел сложить потенциалы. Хотя Черчилль в 2018 году каждую неделю призывал убить Сталина. Он создал потенциал 500 миллионов человек. Но когда фашисты захватили Прибалтику, Белоруссию, Украину и вторглись на Кубань, мы уже потеряли огромный потенциал. Тогда и в июле 42-го года вышел знаменитый приказ 227 не шагу назад. В этом суть главной стратегии. Стратегии сплачивать потенциалы, собирать и побеждать. Но под каждую эту победу были идейные победы. Начиная от парада на Красной площади, кончая салютом в честь городу Орла и Белгорода после Орловско-Курской битвы. И парада победы, который прошел в июне 45-го года. Вот мне думается, и Путину, и Шойгу, и Мертвиенко, и Володину, и Мишустину надо сейчас внимательно изучить эти страницы и брать наследство. Потому что стратегически Путин за эти годы выстроил грамотно политику. Он начинал с собирания страны, борьбы с террористами, после Ельцинского пьяного беспредела и куража. Это была главная задача. Он потом требовал стабильность в стране, чтобы что-то создать. И это правильно. Потом стал бороться за сбережение народа. Но пока еще продолжаем вымирать. Но сейчас поставил задачу. Это суверенитет защиты национальной традиции. Но суверенитет и внешний у нас бережут ядерные силы. Когда там всякие желтороты орут, что они кого-то победят на поле боя, они просто глубоко заблуждаются. Если речь пойдет о жизни страны, а без державы мы что-то считать не можем, у нас есть право применять все виды оружия. Это не должны забывать ни в Берлине, ни в Польше, ни в Париже. Мы там бывали не раз. Поэтому они должны это помнить прекрасно. Но для нас принципиально важно сейчас максимально сплотить общество во имя победы. Для этого нужен курс новый. Идя старым курсом финансо-экономической политики, мы никуда не приблизимся. За 30 лет средние темпы, 1%, они должны быть выше мировых. А для этого есть бюджет развития, есть народные предприятия, есть образование для всех, закон. Есть пакет с законом, который Коломейцев внес уже в Государственную Думу. Надо отменять пенсионное, это людоедство, которое всех замучило, в принципе. Надо все сделать для того, чтобы решить вопрос о полноценном прожиточном минимуме. За 16 тысяч при нынешних ценах никто не выживет. Создайте дом 3, посадите тех, кто закон протащил, пусть они там докажут за полгода, что они выживут. Это вопросы решаемые. Есть и деньги, есть и средства, есть и возможность. На каком основании в прошлом году 262 миллиарда долларов в условиях войны это жилье вытащило за кордон? Остановите, никакой проблемы нет. Нажмите две кнопки, дайте поручение соответствующим службам и закончите это безобразие. Они приперли в Думу закон, по которому можно золото вывозить, зерно вывозить, металл вывозить и деньги там оставлять. Этому войну, Ленин говорил когда, войну надо вести настоящим образом. Для этого надо максимально концентрировать усилия, готовить храбрых солдат и командиров. Сталин подготовил их. Сейчас стоит задача перед Путиным. Если дальше будут учиться по учебникам Сороса и будут разговаривать о патриотическом воспитании, вместо того, чтобы вводить соответствующие программы в школе, в УЗИ, в университетах, по-прежнему, даже лекция не проводится о том, что на этом фронте происходит. Это ненормально абсолютно. Мы должны сейчас максимально отмобилизоваться. Они не скрывают, пришли ликвидировать нашу цивилизацию. Русский мир. Уже им не нравится Пушкин, Чайковский, не нравится Жуков, не нравится Суворов, не нравится Екатерина, которая ДСУ основала. Это безумная публика, которая сносит памятники. Это малограмотные бездарные люди. Они все уйдут. Но важно, чтобы это не затягивалось. У нас сейчас в ближайшие 3-4 месяца должен решаться вопрос коренного перелома и на этом фронте. Почему? Потому что потенциал европейский, американский, военно-промышленный довольно высок. Сейчас начнут клепать и использовать талантливых ребят на Украине, на Травле и на Россию. Мы не имеем права этого допускать. Поэтому надо все сделать, чтобы учиться у Ленина побеждать. Ленин победил в чрезвычайных условиях. Ленин совершил, повторяю еще раз, 5 великих подвигов в месть советской власти. Он отстоял российскую державность, создав великое советское государство в главе с рабочими крестьянами. Он сумел сделать, чтобы заложить фундамент будущего производственного комплекса, план ГОИРО Сталину продолжил с планом индустриализации, культурной революции и коллективизации. Он сумел показать человечность в невероятных условиях, заботясь о женщинах, детях и стариках. Он сумел все сделать для того, чтобы заложить основы победы в мае 1945-го, когда Сталин напутал войска 7 ноября. Он сказал, под знаменем Ленина, опираясь на великих полководцев тысячелетней истории, мы должны идти и побеждать. Пошли и победили. Вот сегодня наша власть должна сплачивать людей, помнить об этом. Наши партии леопатриотические силы всегда следовали ленинским курсам, пропагандировали ленинско-сталинскую модернизацию. И мы считаем, без советской власти и социализма побед новых не будет. Поэтому я еще раз кланяюсь светлой памяти Владимира Ильича, благодарю вас за эту светлую память и надеюсь, что сегодня здесь, проходя по Красной площади, каждый поклонится Мавзолею, вспомнив о том, что он живет на этом свете, говорит на родном языке, дружит со всеми народами. Только благодаря тому, что родился на Волге великий гений и великий преобразователь, великий полководец, великий стратег, человек, который спас российскую государственность и создал советскую власть. Она является образцом на будущее. Когда я пошел в политику, мой отец, учитель из семьи учителей сказал мне, запомни, сын, ничего светлее, честнее и совестнее, чем советская власть не было. Да, были ошибки, были трудности, мы были первопроходцы, но она в первую очередь думала о простом человеке, о рабочем крестьянине, учителе, инженере, учителе военном, о ребенке, женщине и стариках. Это самая совестная власть на свете. Спасибо. Спасибо.